Доброе утро, день или вечер, с вами Дайга. Мы в Риге, нас достигла вчера непогода, сегодня это всё растаяло, уже земля без всяких снегов, опять у нас плюс восемь, всё так хмуро, всё серо. А давайте мы лучше посмотрим на картинку покрасивевше. Посмотрим на эту красоту. И в чём же дело? Новый проект, новая задумка. На этот раз это вам, мои дорогие подписчики. Мой канал, без особого названия, под моими именем и фамилией, Дайга Волковска, достиг 10 тысяч просмотров. И я захотела вам сказать большое спасибо за это. Всем подписчикам, их больше 300, и как же я вам могу сказать спасибо. Небольшой конкурс. Это пряжа Дундага, это тоненькая пряжа Дундага, это 6.1. Как видите, очень интересных расцветков. Я бы их сложила такой комплектацией, вот именно вот так. Мне вот так хочется. Тут, видите, выходит такой красивый жаккартик. Например, вот здесь красный, и он светлее немножко. Если сложить с этим, да, если взять как основу это, а это будет орнамент, то здесь выходит прекраснейший жаккард. Он должен быть именно такой контрастности. И то же самое получается здесь. Здесь тоже присутствует немножко оранжевый, но он очень-очень мало. И немножко-то как будто потемнее. Так что этот оранжевый выбьет, это фиолетовое, бордовое. Но вы можете, конечно, выбрать и в таком сочетании. Хотя это будут слишком близкие тона, и жаккард будет очень, ну, по-другому выглядеть, по крайней мере. А здесь, например, он будет очень-очень контрастное что-то. Ну, не знаю. Все зависит от ваших, а может быть, да, может быть, эти два контрастных цвета. Что я предлагаю? Я предлагаю вам выбрать два цвета, то есть две пасмы. Синяя, красная, оранжевая и красная с цветами-переходами, да. То есть от этой красной она отличается, что она многотонная. Здесь однотонная. Напишите, пожалуйста, мне под этим видео, если вы, конечно, хотите участвовать в этом конкурсе, какие две пасмы вам пригляделись, и что вы видите из них созданного. Или даже, может быть, вы мечтаете создать из этой пряжи что-то. Напомню, что дундага это чисто шерстяная пряжа. Производит ее в Латвии. И это фабрика шерсти пааце. Есть более толстый в ряд, есть более тонкий. Это тонкая. Я ее вязала вместе с махером на шелке. Очень прекрасно выглядит. Даже вот эта многотонная. У нее очень много переходов цветов. Если мы тут так поближе посмотрим, то цвета тут, видите, очень красивые переходы идут. Они очень-очень такие. Здесь вообще она яркая. Да, вы видите, здесь что-то здесь присутствует. Это небольшое такое крепление. Это где овца ходила по поляне. Она собирает что-то на себе. И это попадает в пряжу. Почему оно не вычищено из пряжи? Потому что эта пряжа, естественно, она сохранила ланолин. Так ее обрабатывают. И я бы вам не советовала ее стирать более 40 градусов. Иначе вы этот ланолин выстираете от нее. Что же я вязала? Такой... Вы можете создать такие орнаментальные сложения. Это тоже Дунда Г6-1. На спицах 2. Это тоненькая двоечка. И это была задумка как снуд. Но вроде бы как раздец, вроде как бы снуд. Я хотела поменять орнамент. То есть здесь присутствует две однотонные. То есть вот такой вариант, да, когда берется две однотонные. Одна потемнее, одна посветлее. И создается орнамент. Идея была, что снуд будет вокруг шеи. Видите? С протяжками. Это жаккард. Все очень легко вяжется. Я цветами убирала цветы. Они меня очень покрасили. Я не могу смыть руки. Вы можете так вязать. Вернее, это будет правильно смотреться. Вот так вперед. Это узор. Крест Маары. Месяц с обоих сторон. Ну, то есть здесь есть некоторое значение этих орнаментов. Но оно вязалось целую неделю. С утра до вечера. Как вы видите, это кропотливая работа. Не обязательно, чтобы вы создавали кое-что такое же. Вы можете взять спицы номер три. И связать шапочку, приложив еще какую-то пряжу еще, например, махер. Или у вас однотонная какая-то. Или можете даже, не знаю, вот эти нет. Но вот выбрать, например, такие две и сложить их вместе. То есть будет одна идти как узор, другая будет одноцветная. Любой ваш выбор. То есть, что надо сделать. До первого ноября под этим видео вы пишите, какие две пасмы вам пригляделись. Пишите, что вы видите, что вы можете создать из них. Ну, здесь до 200 грамм. Примерно 200 грамм в одной. Вот немножко побольше. Это будет поменьше, наверное. 190 где-то. Ну, примерно до 200 грамм рассчитывайте на объем. Ну, я надеюсь, вас можно будет найти. Если я вам буду писать на канал, то что посмотрите, обновите ваши каналы, чтобы у вас был email или, ну, не знаю, согласны ли вы написать публично ваш email, куда я с вами могу связаться. Да, и напишите и номер инструмента, то есть спицы, крючок, какой вам понадобится при этой работе. Напомню, я здесь пользовалась вот номер два. Таким тут, по-моему, 60 сантиметров. Спицы АДИ. Но вы можете выбрать, конечно, крючок. Я, надеюсь, найду такой инструмент, который вы захочете для своей работы использовать. И, в конце концов, ну, я вас не могу заставить, но надеюсь, что это сподвигнет и вас тоже снимать. Потому что, если вы что-нибудь красивое свяжете, я буду рада, что вы поделитесь этим, поделитесь этим на своем канале. Если у вас такого еще нет, заводите. Именно так я начала вязать, когда мне Алина из канала Алина Вяжет сказала, ну, давай снимай. В чем дело? Почему тормозим? Она показывала мне редакторы, с которыми можно начинать съемки. И я их не освоила, скажу честно, я блондинка. Я снимаю сразу все полностью. Но я очень благодарна людям, которые меня уговорили. Ну, начинай снимать. И показывай свои работы. И я хочу эту эстафету передать. И пишите, какие две пасмы вам понравились. Встречаемся 1 ноября. И я объявлю имя победителя. Всем пока-пока и ровных вам петелек сегодня и вперед.